В рамках реализации проекта по реконструкции улицы Даугавес 11 июня было закрыто движение автотранспорта через железнодорожную арку. И первыми, кто стал заложником этой ситуации, оказались пассажиры городских автобусов, курсирующих по маршруту номер 4 и номер 13. Сегодня люди вынуждены добираться до нужного пункта назначения с пересадкой. Ведь из центра города автобус идет только до конечной остановки третьего трамвая. Чтобы продолжить свой путь, пассажиры должны пройти через пешеходный тоннель и стройплощадку, за которой находится другая автобусная остановка. Но преодолеть расстояние длиной примерно 300 метров – ой, как непросто. Вот по такой дороге сегодня горожанам приходится добираться от одной автобусной остановки до другой. Но это полбеды. Главное препятствие впереди – крутой подъем, на который еще нужно забраться. Оказавшись в такой ситуации, пожилому человеку приходится рассчитывать только на помощь отзывчивых и неравнодушных пассажиров. Ведь самостоятельно преодолеть этот отрезок пути не представляется возможным. А ведь все могло быть иначе, если бы здесь своевременно была установлена лестница с перилами. Ну а так, людям приходится мириться с тем, что в сухую погоду ноги вязнут в песке, того и гляди упадешь, а во время дождя можно поскользнуться и упасть. Это мучения. Не надоели вам еще? Конечно, надоели. Сколько же он? Безобразие. Безобразие настоящие. Безобразие. За белые ручки дому и пусть сами прогуляются. Вот здесь такой промежуток. А скаляскими что делать? Работает техника, краны, а мы идем, на нас наезжают, а мы гулять должны. А если дождь еще? А что делать? Вот так на голову упадет и пошел. А если пятерка ехать с центра города и как бы объезжать? Нет, ты уже не доберешься. Мне на время надо попасть. Утром. Куда я поеду? Абсолютно очевидно, данная проблема не может остаться без внимания. Но не должны люди каждый день рисковать своим здоровьем, хаотично передвигаясь по стройплощадке от одной остановки до другой. Возможно, появление деревянного настила для пешеходов, хотя и частично, но решило бы возникшую проблему. Сейчас этот вопрос рассматривается. Я думаю, в ближайшее время мы это организуем. Скос большой будет? Как-то уничтожен или что? Буквально сегодня я уже дал задание и строителям, и техническому надзору организовать удобный подход к автобусной остановке на улице Вальня, в том числе и подсыпать откос, чтобы он был достаточный для того, чтобы пожилой человек мог беспрепятственно подняться по нему в автобусной остановке. Развечный вопрос. Почему этого нельзя было сделать раньше? Почему нельзя было сделать раньше? Ну, все достаточно сложно проходило. И согласование графиков работы, и организация всего. Ну и во время этой работы какие-то нюансы были упущены. Сейчас над этим работаем, чтобы это ликвидировать. Хочется верить, что так оно и будет. Ведь наши горожане с пониманием относятся к происходящему на улицах города и знают, что любой ремонт несет за собой многочисленные неудобства. Другое дело, что их по возможности строителям следует минимизировать. Ситуация всегда накладывает отрицательные эмоции. Но, судя по тому, как только мы дождемся окончания этого новшества, будет прекрасно. Телевидение «Доутком» берет данную ситуацию под свой контроль и будет следить за решением возникшей проблемы. Продолжение следует...